Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, бокальчик пивка. Легко. Сейчас. Ух ты. Вот черт. Кажется, я деньги дома забыл. Извините, но бесплатно я не смогу вам налить. Может, в тетрадочку запишите там? У меня уже вон сколько этих тетрадей. И все обещают занести. А так я же не такой. Я и расписку написать могу. Правда? Ну да. То есть бесплатно не нальете? К сожалению. Могу воды предложить, если хотите. Она у нас абсолютно бесплатная. Воды? Может, все-таки у вас какие-то акции есть? Конечно. Прямо сейчас у нас проходит акция. Каждому тысячному клиенту пиво абсолютно бесплатно. Так вот же она. А я какой по счету? Вы у нас 965-й. Нормально. Водички, говорите, бесплатно можете налить? Воды? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, а. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Водички, пожалуйста. Она же у вас бесплатная. А вы хитрец. Вот так. Пожалуйста. Ваше здоровье. Здравствуйте. Водички. Пожалуйста. По какой я? 999-й. Последний. Ваше здоровье. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пиво? Пожалуйста. Спасибо. Сколько с меня? А денег не надо. Я вас поздравляю. Вы наш тысячный клиент. И пиво получаете абсолютно бесплатно. Хо-хо. Правда. Ах ты. Ах ты, сука. Ах ты. У меня иготка. От воды. Может, водички? Странный какой-то. Ну, спасибо большое вам. Пожалуйста, заходите еще. Не ожидал. Черт. Ну, ладно. Не тысячный, так дво-тысячный. Здравствуйте. Здрасте. Водички, пожалуйста. Пожалуйста. Удачи. Бармен, пиво! А ты че, не в футболке, Петрович? Сегодня ж футбол. Не будет сегодня футбола, Саня. Как не будет? Э, бармен, включай футбик. Жека, давай. И Жеки сегодня не будет. Что вы хотели, молодой человек? Футбол хотел посмотреть. Ну, какой футбол? Ну, что там смотреть? Как одни не могут атаковать, а другие просто не хотят, потому что не видят в этом смысла? А потом что? 90 минут смотреть, как они гоняют бездумно мячик по полю, да? А эти тупые навесты? Эти дурацкие забросы вперед? Не, слушайте. Давайте включим футбол. Меня жена не так часто в кавак отпускает. Вряд сейчас начнется аргентинский треугольник. Это че, документалочка про Месси? Это очень интересный сериал. Интереснее, чем ваш футбол. Да что может быть интереснее футбола? Алло. Ну, 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 ну давай же один на один. Ну, скажи ему. Мальчики повторить? Да, да, да. Я давно хотела тебе кое в чем признаться. Да ну не тяни, ну говори. Давай потом. Я очень долго тебя ждал. Блин. Эх. Ах, как всегда, на самом интересном месте. А когда следующая серия? Завтра. Эх, завтра. Слушай, вот это интрига, да? Ну, я же вам говорила. Да. Жалко только, что завтра жената второй день подряд в бар не отпустит. Слушай, а я сегодня приду, своей расскажу, что я видел. Завтра в бар мы с ней вместе придем. Хорошая идея. Ага. А-а-а. Бармен, можно пивка? Голова скалывается. Да не вопрос. Что, вчера дали жару? А-а-а. У вас тут на корпоративе фокусы показывал. А-а-а. Так это вы. Точно. А зачем вы жену клиента вчера чуть не распилили? Да, потому что начал пить с этими клиентами с такой грязью. Лучше б пиво пил. Ну и настроение такое попилить. Ну и корчек. Я у вас питона забыл вчера. Не находил. А-а-а. Так это ваш? Да. Слава Богу, нашлись. Есть. Наш повар его сегодня утром нашел. Представляете? Евгений Михайлович, тут к вам. Евгений Михайлович. Вот, вот хозяин питона. Ах ты. Тихо, 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 тихо. Тихо. Чего? Он же ручной. Откуда мне было это знать? Ну извините. Вчера перебрал. Ты вчера перебрал. А я сегодня перес, 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 перес. Ну извините еще раз. Извините. Это я четыре раза утром успел в туалет сходить. И не выходя из кухни. А где вы его нашли? Открываю шкаф с посудой, а там школа, армия, кампус на флоте, свадьба. Какая-то жизнь, как глазами пробежала. Он же мог меня сожрать. Ну это исключено. Это ручной питон. Это я вам говорю, как специалист по змеям. Можно я его верну? Заскучился. Да, да. Я сейчас вам его принесу. Спасибо большое. Извините за кухню. Представляете, раньше не заикался. Да? Смотрите, а как его принесет? Он же его боится. Не знаю, может уже подружились. Да, он такой. Вот. Али... Оп! Это что? Это котлеты из питона. Очень вкусные. Это я вам как специалист по котлетам говорю. Вот он. Он самый. Значит так, я тебе сейчас... Еще раз сюда придешь, я из тебя котлеты сделаю. Понял. Можно я заберу попрощаться? Извините. Красота. Вам трубочку ставить или так выпьете? Это не мне, это он, девушке. Просто интересно, можно мою трубочку в ее коктейль вставить? У нее же есть трубочка. Серьезно? Так на вид вроде баба, так и не скажешь, что у нее трубочка есть. В коктейле трубочка. А-а-а. Это ты ешь. В общем, передай коктейль. Скажи, что от меня. Путь сделан. Так. Оп. Пожалуйста. Это вам мужчина напротив передал. Ой, неожиданно. Передайте ему мои благодарности. Девушка сказала вам большое спасибо. И? Все. Короче, передай ей. Понял? Так и передать? Ага. Мужчина просил передать вам, что он бы хотел. Ах так. Передайте ему, что я не такая. Ищи вот это. Ой. Ну, а что? В общем, она просила передать вам вот это. Все. И сказала, что она не такая. В общем, рано еще. Сделай-ка ей еще один коктейль. Хорошо. Сколько она выпила? Уже три. Значит, готово. Передай ей вот это. Так и передать. Так и передать. Так и передать. Еще раз здравствуйте. Мужчина просил передать вам вот это. А тогда передать ему вот это. А тогда передайте ему вот это. Она просила передать... Не надо, не надо, не надо, не надо. Я все видел. В общем, рано еще. А ты сделай-ка ей еще один коктейльчик. Только покрепче. Как скажете. Ага. Ничего, ничего. Значит так. Сейчас ты идешь к ней и передаешь то, что мы пытались и передать последние пять раз. Сейчас она точно готова. Вы в этом уверены? Я уверен, уверен. У тебя все получится. Давай. Девушка, тут мужчина хотел вам передать, что... Вау, красавчик. Что ты там мне передать хочешь? Это не я, это он, он. А, то есть, не ты мне. Нет? Я. Я, конечно, я. Одну минутку. Ну и что? Девушка просила передать вам, что не нужно ее больше угощать. У вас с ней ничего не получится, поэтому можете идти домой. Блин, да что за день такой нефартовый? Ну, видишь, рабочая схема. Не получилось. Ну, а у нас-то все получится сейчас, да? Девушка, девушка, а как же... А как же... Мужчина! Мужчина, вернитесь! Она просила вам передать, чтобы вы ей такси вызвали. И еще поплачили. Мужчина! Девушка, хотя бы поцелуй. На троих. Добрый вечер. Что-то желаете? Здравствуйте. Да, налейте-ка самого вкусного пива, который у вас есть. Хорошо. А вам 0.33 или 0.5? Давайте-ка 0.5. Так, Вика, я что-то не понял. А что-то ты меня в бар привела, пивом угощаешь. Ты что, разбила мою машину? Ну, нет, что ты, Сашенька. Сейчас все узнаешь. А, я понял. Теща к нам на месяц приезжает, да? Нет. Ой, а можно что-то к пиву? Что-нибудь солененькое, да? А-а-а! Навсегда переезжает. Саш. Спасибо. Ладно, сдаюсь. Говори, что там у тебя? Тихо, тихо, тихо. Не пить. Просто смотреть. Как не пить? Как просто смотреть? Ну, вот так вот. Как в стриптиз-клубе. Не понял. Я говорю, смотреть. И все. А-а-а! А-а-а! Так нельзя, Мика! Нельзя? Это в магазин шуб и дубленок. Нельзя приходить и просто смотреть. А-а-а! Вот оно что! Ладно, сходим, посмотрим. Купим завтра, может быть. Ну, вот и пиво попьешь завтра, может быть. А-а-а! Ну, хорошо, хорошо. Купим. Сто процентов купим тебе что-нибудь. И сумочку. Ладно. И сумочку. Правду говорят. Мужикам главное подход найти. А так они хорошенькие. Очень терочные. На троих. Привет. Да. А хочешь угостить мне коктейлем? Ну, можно. Ну, покажите ваш паспорт, пожалуйста. А, то есть вы думаете, что у меня нету смысл? Нет, в этом я как раз не сомневаюсь. Просто мне нужен ваш паспорт, чтобы убедиться, что у вас нету штампа о замужестве. И что ваш супруг не сможет мне предъявить никаких претензий. Вот, пожалуйста. Так, так. Так, Яна Викторовна, год рождения. Ого. Угу, угу, угу. Так, штампа нет. Хорошо. Скажите, вы можете сказать при свидетеле, что вы не проживаете гражданским браком? Я не проживаю гражданским браком. Все. Рассвидетельствуйте. Ваш ИНН можно увидеть? ИНН, так сразу? Может быть, сначала вы... ИНН – это индивидуальный налоговый код. Просто вы будете пить алкоголь бесплатно, а это как бы ваша личная выгода. А с личной выгодой платится налог 18%. Вот это, что ли? Да, да. Угу. Делайте копию, пожалуйста. Без проблем. А все, мы теперь можем выпить. Ну, в принципе, да. Скажите, что именно вы бы хотели выпить? Эээ, коктейль Маргарита. Угу. В таком случае мне нужна будет справочка о том, что у вас нет аллергии на компоненты данного коктейля. Вы знаете, может, вам еще в баночку пописать? Хм, вариант. Но я юрист, а не доктор. Хотя у меня есть один знакомый доктор. Мы прямо сейчас можем поехать, и он сделает этот анализ. Вы знаете, у меня нет ни на что аллергии. Я полностью здорова. Вы можете просто купить мне коктейль. Ну, хорошо. Единственное, вот, маленький нюанс. Вы сейчас подпишите, и все. Это договор о том, что вы, Яна Викторовна, дали в договоре исполнитель. Обязуетесь, получив от заказчика, то есть от меня, коктейль, проследовать с ним по его фактическому адресу проживания, улица Парковая, 16, квартира 23, и по прибытии оформить акт. Пей сам. Акт выполненных работ. А, да. Не любят девушки занудных. Да? А у вас, молодой человек, есть стандартная книжка, медсправка? Страховка, регистрация. А, а, для вас все напитки за счет заведения. Забыл. Все, пока обычно. А мне бы бабы были. Бабы были. Трорик! Вот что может быть лучше? Хорошего бокала? Пивка в хорошей компании. Только еще один бокальчик пива. О! Вот ты молодец. Ты меня понимаешь с полуслова. Не то, что моя жена Мегера. А что не так с твоей женой? Вика? Нет. Смерть с косой. И главное, я переживаю. Сижу дома, а он тут прохлаждается. Так, чего ты переживаешь-то? Все же хорошо, ну все. А то, что у тебя 4 часа нет, ты пошел выбросить мусор. Правильно, да. Я пошел. А у нас на районе все контейнеры забиты. Что такое? И только здесь приютили наш мусор. А, так вы решили отметить это великое событие, да? Погружение мусора в контейнер, я так понимаю. Да. Вот ты молодец, вот ты умная у меня. В руки. Может быть, вам что-то предложить? Предложите мне. Трезвого мужа мне предложите. Смотри. Давай, что со мной не так, ну? Ну, что со мной не так? Ну, тебя что-то беспокоит? Давай, говори, что со мной не так? Что, аргументов нет, да? Все не так. Все не это и все не то. Значит, там не пей, там не гуляй, там не отдыхай. Готовишь ты хреново. А мама твоя это вообще... А, ну, стоп! Налейте-ка мне того же самого, что он пил. Прошу. А ты что хочешь? Чтоб я вот за копейки, которые ты приносишь, жрать тебе вкусно готовил, как в ресторане. Во! Ты лучше про секс продаж подумай, о котором говорить нечего. Почему? А потому что червяк на рыбалке больше, чем у тебя... Доливай мне новое. И дело не в моем червяке, а в твоих нараканах, которые сидят у тебя в башке. И я не позволю, чтобы они мне запрещали где угодно пить, с кем угодно гулять и с кем угодно спать. А ну, закрыл свою шкатулку! Повторите-ка. Гулять, говоришь? Ты мне так пять дней в неделю только и гуляешь, и гуляешь. А я что, одна из детьми? А ты мне ни одного цветочка не подарил за эти последние семь с половиной лет. Стоп! Повторить? Угу. Музыку. Кажись, уснуло. Такси? Ага. Как обычно. Ну да. Свободных машин нет. Мое любимое такси. Продолжим. Легко. Хороший вечер в хорошей компании. Угу. Угу. Здрасте. Добрый день. А я же вчера здесь бухал. Ну, если судить по часам, то и вчера, и сегодня. Ха! Ну, значит, нашел. Олег. Макс. Ну, сейчас будем чаще видеться. В смысле? Ну, что, в смысле? Жена меня из дому выгнала. Говорит, иди живи там, где вчера бухал. Ну, вот, собственно, пришел. Подождите, так нельзя, а? А мне мой новый дом нравится. Запах какой. И никто на голову не капает. И мое любимое всюду. Давай-ка ты мне плесни моего любимого, а я в душе скажу. Куча проблем, куча. А-а-а! Хорошо. Это, что ли, мой? Ага. В смысле, мой. Женщина вы кто? Глянь на него, Максим. Не узнает. А вчера звезду тебе сниму с вывески отеля. Сегодня? Не знаю. Да меня муж из-за тебя из дому выгнал. Так что будем жить здесь. Вместе. В смысле? Душа в душу. А дети пойдут, бармен за ними присмотрит, да? Женщина, вы, наверное, ошиблись. И я по парам ошибся. И извините. До свидания. Эх, Мариночка, спасибо тебе. Если б не ты, у меня же этих мужиков уже складывать было бы не ехать. Ну, ты зови. Если что. Ага. Ах, вот где он, околачивается. Я его по всему району ищу, а он здесь пиво хлещет. Да ничего я не хлыщу, Вика. Я только пришел, вот, взял бокальчик пива. И то, чтобы... Чтобы здоровье поправить. Честная барменская, первый бокал. Даже 50 гривен еще в кассу не положил. Вот. Точно первый бокал? Ну да. Хорошо, тогда бармен, давай, налей ему еще водочки. Вы уверены? Так и в том, что ты самый медленный бармен в мире. Пей, моя радость. Пей. А еще давай абсента. Я не хочу абсента. Ты хочешь. Очень хочешь этого зелененького абсентика. Давай, давай, мы золотце. Повеселимся, развеемся. Я начинаю верить, что существуют идеальные женщины. А у вас нет сестры? Я ее номер телефона запишу в вашу жалобную книгу. Если ты сейчас же не дашь ему кровавую Мэри. Да, Вика, я не хочу кровавую Мэри. Не буду ее. Давай, давай, моя радость, мое солнышко, моя заюшка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отличненько. И теперь полирнем пивком. Мэри, вы мне снитесь. Это он скоро будет сниться со своим зубом. Зуб у него болит и болит по ночам. А обезболивающее только по рецепту. Понимаете? А я уже все больницы обзвонила, а его нигде нет. Ну, рецепта я имею в виду. Вот. Ну и врач посоветовал хоть как-то обезболиваться. Главное теперь его домой довезти. Паха, ой, развезло. Давай, 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 Санечек, давай, мой молодец. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо? Угу. Побежали домой. Ой, одну секундочку. Хватит? Пошли, 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 пошли домой, моя радость. Да, 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 да. Спасибо тебе, братан. Только завтра налей мне, пожалуйста, место кровавое. Мэри, текилу, она вкуснее. А вы и завтра придете? Конечно. У меня аж 32 зуба. И одноклассник стоматолог. Поэтому я к тебе каждый день буду приходить. Обезболиваться. Только же нет. Хорошо. Иду, иду. Хорошо. На троих. Иду, иду. Продолжение следует. Продолжение следует...